Так, еще раз всех приветствую. Второй вопрос, который сегодня прозвучал, их очень много таких вот вопросов, про грыжи именно, меня спрашивают. Понимаете, вот эта тема, она чисто медицинская, и если вы начнете понимать, то есть в этих вопросах, вы станете врачом. Но на самом деле, вот как бы иногда мы не поговорили сейчас про грыжи, люди, которые вам показывают в ютубе видео, да, можно сделать МРТ, и у вас будет такая грыжа, которую только можно вырезать. Вот, в этом проблема. То есть, если ты сделал МРТ, у тебя простая грыжа, то есть, да, ты должен обязательно понять именно не почему у тебя появилась грыжа, хотя и это важно. Однозначно, это будет следствием того, что твоя техника вот это время, если она у тебя за три года там появилась, она, ну, мешает либо твоему действию работе, то есть, твоим углам, либо ты прям что-то неправильно делаешь на приток спинах. То есть, повторюсь, грыжи, они разные бывают, там более плохие латеральные, и очень плохо, когда они секвестрируются, то есть, вылазят и глубоко уходят, то есть, их выдавливает. То есть, именно они, которые оперируются. Грыжа, она нарушает статодинамические функции позвоночника, то есть, поэтому на начальных этапах техник, когда ты отрабатываешь топ-спин, ты не должен очень сильно такие углы использовать, которые, вот мне надо объяснять долго, то есть, но это углы, когда ты там сильно берешь и наклоняешься, то есть, у меня как бы время нету такого записывать людям как сказать, людям какие-то видосы, да, про грыжи, пугатель, как-то там. Ну, то есть, вот эти все сильные наклоны, вот эти, то есть, наклоны, куда-то болтания, то есть, движение, не развитость мышц таза, то есть, болтания таза, либо неумение стабилизировать, то есть, не чувствование подворотов таза, не чувствование фасции, натяжения, то есть, не контроль своего тела, если ты не можешь поймать. В начальных этапах техники тебе должен этот тренер, на самом деле, вот, не те видосы показывают, как они там показывают вам, то есть, надо обязательно выводить сочленение, особенно бедро, выводить, то есть, таз, бедра, длина стопы, колени, все выводить. Если вы этого не сделаете, то есть, вы будете как больше шарнирный такой, ну, и где-то, если у вас по своей конституции больше нагрузка распределится на спину, то есть, там вы сотрете диски. В теннисе это вообще постоянная тема. у многих центр тяжести очень счастливые люди, невысокие, например, у них там и спины нету, они как вот раки, голова-грудь, то есть, вот такие, особенно голова-грудь, у них для тенниса очень удобная конституция, как бы смешно не было. Ну, вытянутые люди, длинные, они, прям видно, как не могут сильно развернуться, резко, делаются плавно, то есть, ну, износ там тоже идет. У меня тоже есть грыжа на спине пятилетней давности, даже ее не делаю, боюсь даже смотреть. А так, задавайте вопрос, какая грыжа вот вас интересует, или что вот именно, боль в спине. Боль в спине, ведь не всегда вызывается грыжами, то есть, самое страшное, это еще есть стенозы, каналов стенозы, это то есть, когда у вас там вообще внутри все провернулось, вы там все разрушаете этим теннисом, своим, блядь, техникой, тут тоже вопросы, то есть, не усирайтесь пока, потихоньку подготавливайтесь, перед тренировкой тяните ягодичную, найдите малую ягодичную мышцу, ее выводите, то есть, уже время закончилось, у меня на видео, но вот, то есть, берете и вот ее, тянете вот это место, здесь сгибает, то есть, вот это место, в общем, много чего, надо смотреть, подписывайтесь, задавайте вопросы, упражнений много у меня есть, может, что-нибудь повыкладываем в шотсах, так что, всем пока! пока, 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 Продолжение следует...